Наверное, многие задумываются, как сотрудники ГИБДД проводят рабочее время на улице в сильные морозы. В какой-то степени их спасает то, что по мере замерзания каждый из них может согреться в патрульной машине или на посту ДПС, в то время как другой из напарников отправится на улицу. На определенного времени нет никакого, смотря кто сколько сможет простоять, как вытерпеть. Соответственно, кто как одет, кто сколько протерпит. Стараемся друг другу помогать и менять. На дороге в любом случае перед постом в Дягилево должны оказаться два сотрудника госавтоинспекции, поскольку это федеральная трасса и проходимость участка самая большая. Побегать в морозы приходится, так что и это греет. А вообще, как выяснилось, холода или летняя жара для полицейских – это дело привычки. Среди секретных методов зимой нет согревающего супа или какого-то чая с утепляющим эффектом. Зато спасает просто теплые одежды, обувь, шапка и капюшон. На мне термобелье надет, соответственно, два свитера, ну и простая остальная все форменная одежда. Чтобы узнать, как привыкают к холоду представители других профессий, мы отправились на одну из торговых точек. Стоять за прилавком и что-либо продавать на улице в мороз – это настоящий подвиг. Таким работникам, в отличие от госавтоинспекторов и сотрудников ППС, не приходится часто перемещаться. Да и патрульной машины с печкой под рукой, где можно согреться, не окажется. Нам тепло. Как это? Мы не мерзнем. Лично я не мерзну. А как вы? Почему не мерзнем? Вы же на улице находитесь. Ну и что? Привыкли уже 30 лет на улице. Оказалось, что только опытные продавцы, по их же словам, могут выдерживать лютый мороз. Конечно, все-таки из-за того, что люди этой профессии на рабочем месте мало двигаются, они согреваются горячим супом и чаем. Побольше стараются есть. Это их секрет. Ну и, конечно, одеваться нужно соответственно. Ну, маечка, кофточка одна потеплее, и вторая потеплее. И вот, курточка. Обязательно. А так холодно очень стоять. Молодежь, наверное, уже не будет выдерживать. Молодежь немножко пошла уже послабее. Оказывается, для многих людей мороз совсем не мороз. Они спокойно относятся к холодам, даже когда столбик термометра опускается до минус 20 градусов. Среди тех, кто работает на улице, можно назвать и сотрудников СМИ. Журналисты, операторы, фотографы также в теплой одежде справляются с холодами. Много двигаясь и переезжая от съемки к съемке, мужественно грея руки около печки в машине. Терпение всем рязанцам, тепла и хорошего настроения в этих холодах.